Всем привет! С вами новичок Рома и я продолжаю прокачивать свой новый аккаунт. Сегодня я буду прокачивать советскую имбу под названием Объект 268. Вот, глядите этот танчик. Начинается он с Су-85Б, потом мы вот так тык-тык-тык-тык и доходим до Объекта 268. Прокачаю данный танчик, посмотрю на что он способен в сегодняшнем рандоме. И вообще, вроде бы он стал хорошим, ведь ему в недавнем обновлении что-то там с броней делали. Надеюсь, он будет нагибать, стрелять и уничтожать всех противников. Пока я не записывал видео, я поигрывал на этом аккаунте, выполнял клановые боевые задачи, короче, участвовал в активной жизни своего клана. А награды у нас уже стали прям конфеткой. Ну вы просто посмотрите, 560 тысяч кредитов на халяву. 100 золота, конечно, немного, но все же это офигеть как много. Премиум аккаунт один день, 20 тысяч свободного опыта, ну и так по-немножку еще всего мне насыпали. И также, мужики, самое главное, у меня есть на складе контейнеры мистические. Не так давно их добавляли и добавили, по сей день они висят в магазине. И у меня была голда свободная, которая мне не нужна была. Я вот приобрел 10 штучек, но, к сожалению, один открылся сам. И теперь давайте перед началом прохождения данной ветки я открою мистики, посмотрим, может быть что-то выпадет интересное. Стоили они вроде бы 2500 золота. Ну то есть не очень прям дорого. В принципе, если повезет, то награды будут очень даже хорошие. Предлагаю не томить. Давайте начнем открывать. Опа. Ой, красота. 500 золота. Давай дальше. Еще что-то. Ну, 50-50, но неплохо. Давай дальше. Ну и как всегда, собственно, ничего. Здесь что? 100 золота. Кстати, награда может быть у меня уже через 4 контейнера. Опа. 100 золота. Окей. А теперь реклама. Просьба не перематывать отрывок данного видео. Может быть данный продукт вам будет интересен. Дамы и господа, я готов вам представить свой новенький микрофон под названием Fifine AmpliGame AM 6. Микрофон своим внешним видом намекает то, что он прям супер какой-то топовый. Но есть пару нюансов. И первый нюанс. Я пользуюсь уже микрофонами от компании Fifine на протяжении 3-4 или даже уже 5 лет. И знаете, нареканий нет. Все микрофоны, которыми я пользовался за все это время, и они, блин, все в идеальном состоянии. Я могу любой просто сейчас включить, который самый дешевый, чуть-чуть подороже, покруче. И они все будут работать стабильно на свои заявленные характеристики. На данный момент я вот уже пользуюсь более полугода микрофоном под названием Fifine AmpliGame A8. И, блин, ну нареканий вообще нет. Топовый микрофон, у которого тоже есть довольно неплохие функции. И самая главная функция – это запись звука, и он с ней отлично справляется. Ну, я думаю, вы все слышите прекрасно. Второй нюанс нашего микрофона – это функционал. Ну, здесь все как обычно, уже привычно для данной фирмы. Есть кнопка мута, есть регулировка звука, есть регулировка звука наушников, так как здесь есть выход под 3,5 мм. Вы сможете сразу подключить наушники к данному микрофону и прослушивать записываемый вами звук. Посередине у нас здесь есть кнопочка регулировка подсветки. Ну, тоже прикольная тема, можно побаловаться. И также у нас есть последняя кнопка под названием шумоподавление. Если у вас соседи сверлят, кричат, орут, либо просто в доме шумогам, вы можете включить. Ну, конечно, звук будет похуже, так как это автоматическая настройка самого микрофона. Но все равно, все равно вы будете заглушать именно посторонние звуки. Также у нас идет подставка, она прорезиненная, скользить микрофон не будет. Ну и, собственно, сам оп-фильтр тоже будут всякие шумы небольшие от вашего рта. Заглушать. И самое интересное, я думаю, вы смотрите и такие, гофыч, а что это, собственно, за кнопка? Какого хрена она такая большая? Это не кнопка, это регулировка. Новая фишка, новая функция у микрофона, которая позволяет глушить звук дискорда или телемоста. Короче, любой другой программы, в которой вы общаетесь с друзьями. И максимально повышать звук вашей игры. То есть, это прям реально прикольная тема, которая имеет место быть. Ну а теперь пришла пора продемонстрировать вам, на что способен данный микрофон. Я вам покажу его в четырех разных режимах. Первый режим. Данный микрофон будет работать с фильтрами из ОБС. Второй режим будет работать с фильтрами плюс шумоподавлением. Третий режим. Наш микрофон будет работать без фильтров. И четвертый режим. Наш микрофон будет работать без фильтров плюс шумоподавление. Приятного прослушивания и не забудьте написать комментарий вообще, как вам данный микрофон по звучанию. За конфету каждый друг так и рвет ее из рук. Ну зачем мне дружба эта? Я и сам люблю конфеты. Как начну конфеты есть, у меня друзей не счесть. А закончились конфеты и друзей в помине нету. За конфету каждый друг так и рвет ее из рук. Ну зачем мне дружба эта? Я и сам люблю конфеты. Как начну конфеты есть, у меня друзей не счесть. А закончились конфеты и друзей в помине нету. За конфету каждый друг так и рвет ее из рук. Ну зачем мне дружба эта? Я и сам люблю конфеты. А теперь давайте подведем итоги. Что я хочу сказать в целом о данном микрофоне. Качество звука меня полностью устраивает, потому что Fifine умеют действительно делать микрофоны. Единственный минус у микрофона это разъем 3.5 мм. Просто как мне кажется, то что у большинства владельцев игровых наушников везде идет разъем 3.0, то бишь USB. И с этим капец какая проблема. Просто я уже искал какие-то альтернативы по типу переходников с 3.5 мм на USB и как-то с этим туговато. Ну и также среди вас смотрящих, если есть те, кто уже пользовался данным микрофоном, то напишите свои комментарии, расскажите, поделитесь своим мнением, оставьте отзыв о данном микрофоне. Ну а теперь я вас не задерживаю. Приятного вам просмотра. Какая красота! 14 дней премиум аккаунта. Это определенно лайк. Типа я люблю премиум аккаунт, с ним в разы играть намного легче. Давай дальше. 500! Вау! Окупаемость получается. Что-то подвисло. Ага. Ну нормально, фактически. И давайте открываем последний контейнер. Окей. Можем еще 5 штучек, да? 50% скидка. Блин, ну знаете, ну вот как-то кусается. Как-то кусается, конечно. 2 900. Можно рискнуть. Но боюсь. Я не трус, но я боюсь. Давайте откроем мистический контейнер. Контейнер 2 уровня. Он должен быть прям суперкрутым. Ну посмотрим, что же он в себе содержит. Пойдет. Пойдет. Нормально. 500 золота. Блин, ну как будто бы... Не знаю, я боюсь открывать. У меня 3400. Ладно. Давайте все-таки за 1500 возьмем. Глупо возможно, но все равно. Больше 1000. Больше 1000 золота у меня останется. И на всякий случай где-то... Ого, красота. И на всякий случай где-то что-то у меня есть уже на прокачку 100% экипажа. Галдишка. Ну просто может быть повезет. Я не знаю. Опа, опа. Второй. Ох ты, шля. Что выпало? Офигеть. Не зря получается. Если там что-то интересное еще и выпадет. Ну смотрите, окупаемость по золоту. Хоть она небольшая, но она есть. Неплохо, слушайте. Слушайте. У меня теперь есть еще даже три контейнера. Вау. Третьего уровня и второго. Ну третьего это вообще прям жир-жир-жир. Давайте рискнем. Бац. Третий выпал. Круто. Давай дальше. Опа. Опа. Это что такое? Что это такое? Типа я могу x2 что ли открыть еще? А, тогда давайте заберем. Какая разница? Я сомневаюсь в том, что там много выпадет чего-то. Не, ну пока что все очень как бы круто. Сертификат на танчик. 150 тысяч. Спасибо. Теперь у меня будет еще халявный танк. И также на ласте еще вот буквально сегодня, что-то на целые сутки или даже на два дня, не знаю, точно не читал, выдали вот такой танчик. Прям танк восьмого уровня. Ну это короче ВК-90, но на минималках. Да, можно будет его тоже открыть, посмотреть. Ну давайте сначала открою контейнеры и потом уже собственно сертификатом займемся. Загадка. 28 тысяч опыта. Красота. Еще один мистический сертификат. Кайф. Еще одна загадка. Тысяча голды. Да. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. У меня две загадки еще есть. Ладно, идем ниже тогда. Ля, ну это имба какая-то. Что-то они реально сделали супер жесткое, как по мне. Это открываться будут первого уровня, а это получается второго. Ага. Давайте берем. Купить. А, ну они сразу открываются. Ладно. Опять загадка выпала. Еще. Семь дней према. Ха-ха. Не, ну это красота. Это бесконечный фарм ресурсов. Это бесконечный фарм кейсов, ребята. Я открываю два штуки, мне падает загадка. Я открываю два штуки, мне опять падает загадка. Опять. Это реально, это бесконечный фарм кейсов. Ну, то есть окупаемость, я уже окупился в любом случае. Аж как-то не верится леста и окупаемость. Что-то интересное. Да, в любом случае, спасибо. Ха-ха. Охренеть. Мне 5700. Нет, это круто. И это вообще, я не знаю, пока что эмоции какие-то очень интересные. Давайте откроем мистический контейнер 3. Ну, полмиллиона, нормально. Ничего интересного, но в целом я рад. И теперь у меня есть 3 целых сертификата на открытие танков. Жесть. Чарфутур. Нормальный танчик. У меня, конечно, его не было, но вроде он неплохой. Давай дальше, 9 уровень. В любом случае, это неплохо. Ну, пантера М10, это хлам. Т32Е4. А это не новый танчик, который типа супер-пупер там имбовый какой-то должен быть. Ну-ка. Ну, короче, фиг его знает. Тот не тот танк, но вроде бы он новый. Совсем бы его недавно добавили. Чарфутур это круто. Ни разу на нем не играл. Посмотрим, что вообще он из себя представляет. Но, блин. Неплохо. Что вам сказать, ребята? Очень даже неплохо. Все-все-все забыли, обнулились. Контейнеры это хорошо, но лучше их не открывать. Потому что это казино. В нем может повезти, а может и нет. Но мне повезло. Я этому рад. Перемещаемся мы к Су-85Б. Танк, который нас приведет к объекту 268. Начну, пожалуй, я со стоковой версии. Поиграем на стоке. Посмотрим, что вообще из себя танк будет представлять. Прокачал я оборудование. Оно стоит всего лишь по 4000. Серебра это не очень дорого. Так что сразу прокачивайте оборудование и ставьте амуницию. Потому что оборудование и амуниция влияют на характеристики танка. В стоковом варианте у нас 3,9 секунды сведения у нашего орудия. 0,400 на 100 метров разброс. ДПМ 823 единицы. 10 секунд перезарядки. Ёпты, гадык. 140 урона. Окей. Углов нет. Скорость 38 километров вперед. Назад 14. Средняя 23. Ну, брони здесь нет. 27, 27, 16. Ладно. Пошлите попробуем понагибать. Опа. Бой, кстати, загрузился. Неужели я готов воевать? Что-то онлайн меня не радует. Днем на маленьких уровнях как будто прям беда. Первый выстрел имеется. Рикошет. Ух ты, нифига себе. Даже так можно? Ой, больно. Не, ну пробития, кстати, достаточно. Но перезарядка это мое почтение. 10 секунд. Многовато. Даже очень. Я бы сказал. Мужики, а что это? Воевать будем? А то как-то... А, ну тут мы в принципе уже, я так понимаю, проиграли. Мои дурачки сдались. Давайте попробуем пострелять. Эх, стоп. Фугасик. Кстати, фугаса можно было пробить. Ну ладно, рисковать не будем. Убегаем. Ох ты, шрикошет. Стоять, стоять. Фугаса не пробивают. Наносим урон. Бабах. Да, 550 урона. Перезарядка, конечно, в стоке прям мое почтение. Давайте попробуем по 14 тп зарядить. Фугас. Бабах. Куда я попал? Почему 70 урона? А не 170. Да. Перезарядка, конечно, мое почтение. Ну реально, очень прям жутко долго. Т-15 какой-то тут у нас приехал. Ох ты ж с поджогом. Вкалываю я адреналинчик. Иди сюда, братишка. В ангар. Боиугладка. Не, ну стоковая пушка разрывает. Стоковая пушка прям могет, умеет. А, вот у него, кстати, не сток. Ну-ка, давайте попробуем. 155 урона фугасом. Да, не очень, конечно же. Уезжаем. Стоп, стоп, ну уйди, пожалуйста, брат. Ну блин, ну что ж ты мешаешься? Окей, я думаю, хватит мучиться. Мы сделаем немножко по-умному или по-глупому. Свободка, в принципе, у меня есть. Она из прошлой прокачки у меня осталась. Поэтому прокачаем пушку. Перезарядка у нас такая же. У нас увеличился урон. Пробитие. Кстати, скорость сведения 2,6 секунд. А это значит то, что я могу повысить точность. Ставим сбалансированное орудие. Минус аж целых 36 тысячных. Итого у нас 0,323 тысячных. Точности на 100 метров. Это красота. Двигатель и гусеницы, я думаю, прокачке вообще не подлежат. Смысла в этом нету, если вы не собираетесь долго задерживаться на данном танке. А если вы соберетесь подольше задержаться на данном танчике, поиграть, распробовать его, то сразу же прокачивайте ходовую. Потому что она уменьшает на 1,1 скорости сведения. Ну и скорость поворота будет выше. Да, конечно, поиск на маленьких уровнях чё-то какой-то тухловатый. Ну пусть хотя бы ботов что ли закидывает. Почему я жду по 10 минут катку? Мне это не нравится. Я понимаю, конечно, да, маленькие уровни, мало кто играет, песок, все дела. Но можно же всё-таки что-то с этим сделать. Вижу противника. Первый выстрел, 176 урона. 154. Неприятно, маловато. Но, да ладно. Больно, три. Стой, стой, стой. А, ну не, я его не пробиваю, соответственно. Гризли катится. Выстрел. Больно. Смотрите, крутит, крутит, зараза. А я могу фугасом 207 урона, воу. Рикошет. Брат, ты куда-то стреляешь, не туда. Три, два. Ай, зараза, ну блин. Окей, ну хотя бы не пробитие. Нормально. 180. Зараза, ты чё такой скорострельный-то, а? Один, два, три, четыре у нас урон. Прикольно. Больно. В ангар. А, всё, да, мы победили. Ну окей. Фугасы. Рабочая тема, чё сказать. Даже танки четвёртого уровня в борта пробивает. Ну, соответственно, в корму тоже. Ну вот и всё. Позицию я занял. Первый выстрел, который ломает башню. Ребята, пожалуйста, не упарывайтесь. Не, ну всё равно, что-то с точностью какая-то беда. Даже несмотря на то, что... Ну, вроде бы я её прокачал, но... Косо-косо. Они как-то навесом летят почему-то. Хотя вроде бы... Не должны. О, смотрите. Могу пробить жопку. Давайте в борт дадим, так и быть. Всего лишь только второе попадание. Печально. Башню ломаем. 191 единица бронебойным снарядом. Вау. 153 урона. Домой. Надо ПЗ-ку срочно убивать. 3. А, кстати, я даже могу в башню пробить. Четвёртый уровень в башню пробивается. Не, реально имба. Получается имба тогда. Топовая пушка на сушке. Это прям, ну, жесть какая-то. Держи урона. Вот оно приехало. 181 единица. Вступаем назад. Не стреляй. Ай. Три, два, один. Блин. Союзник, конечно, молодец. Захватил базу. Мы победили. Но можно было бы и пострелять ещё. А сколько там пробития на ней? 44. Ну-ка. А самые бронированные... Где там? Самые бронированные немецкие танки четвёртого уровня. Сколько у вас пробития по бортам? А, ну, понятное дело. Смотрите. Борт. Корма. То есть 35, 35, 40, 40. То есть в любом случае я буду пробивать данные танки. А хетцер? Да, тоже. То есть, понимаете, сушка настолько реально имбовая. Чехе. Чё по чехе? Корпус пробивается. Корма пробивается. Блин, а сушка, оказывается, реально имба. Я на ней 100 лет уже не играл и не знал, что танк настолько жёсткий. А вот Матильду хрен ты пробьёшь. Ну и недолго думая, давайте открываем Су-85. Сразу же приобретаем, потому что, ну, серебро есть. Я немножко постарался, подформил. Ё-пара-сете. 5,7 секунд сведения. Вечность. Ну, пушка, короче, у нас та же самая. Следующая пушка топовая нам даёт 200 урона. Чуть больше пробития, меньше сведения, точности больше. Воу, а это прям действительно зачёт. Сходил я на одну пару, отучился и пришёл дальше снимать видео. И мне понадобилось сыграть аж целых 3 боя, чтобы выиграть. Я до этого сыграл пару боёв, и они все были проигрышные. Что это такое за 7 боёв? 14% побед. Да кого 14, блин? Одна победа и 6 поражений. Ну, в принципе, мне пока что всё нравится. Окей, я приобрёл новую пушечку. У нас время сведения 3,9 секунды. ДПМ у нас повышается. Разброс на 100 метров. 0,322. Определённо. Лайка за это. Время перезарядки 7,39. Бронепробитие у нас, собственно, выросло. И 200 урона. Отлично. Хорошо, теперь я буду играть и копить на Су-100. Потому что, ну, блин, двигатель, как-то гусеницы пока что, они как бы мне не нужны. Да и к тому же я не собираюсь задерживаться на данном танчике. Пошлите тестировать пушку на 200 урона. И так же, мужики, я тут ещё углядел одну интересную штуку. Да как углядел? Сказали вроде бы разработчики, что здесь есть какое-то предложение. Вот. Ой, не, не это. Вот оно. Бесплатная есть подписка. Дают контейнеры. Иксы. Прям. Не знаю, для чего это. Но, ладно, раздают, значит, надо. Сразу тут вылазит у меня штучка. А-а-а, нифига себе. Смотрите. Мне дают 50 бустеров золота. Если я даже, короче, проигрываю все бои, я получаю 500 золота на халяву. Если я выигрываю все бои, то получаю 1000. Но, соответственно, выиграть всё не получится. Но хотя бы там, может быть, ну, 200-300 единиц золота можно золотать вообще налегке. Опа. Противники. Стой, не стрелять по мне. 205 урона. Впитывайте, впитывайте, мои красавцы. Противники. Получай. Вот это уже другое дело. Конечно, всего на 30 единиц. Но на 30 единиц это, блин, это дофига. Ну и что ты тут встал? 239. КВ-1 приехал. Отправился в ангар. Вижу Чурчилля. Вообще, я поиграл уже на данной машинке. Ну, что там, 7 боев? Что хочу сказать. Рикошеты есть, несмотря на малое бронирование. Благодаря своим формам, получается, от нашей лобовой брони, может рикошетить и довольно часто. Поэтому... Поэтому, как бы, наша машина бронированная. Не сказать, что прям очень сильно, но все же рикошеты случаются. Во, видели? Ха-ха, он краснючий просто. Ну, все зависит от углов. А так, на самом деле, пробить сушку не очень сложно. Сушка сама по себе, но не очень страшный противник. Тем более против танков 6 уровня. Иди сюда. Адреналинчик вкалываем. Гусеничку ломаем. Дожидаемся перезарядки. И оставляем 1 хп. Ты убил моего союзника? Я тебе разрешал? Все. Умирай. Иди сюда. Охренеть! Ай, это даже не СУ... Это даже не Сушка 85-я. Это СУ-100. Вот что она такая бронированная. Но хотя, в принципе, разницы же вроде здесь никакой не должно быть. Максимум... Ну, орузия более крутое. Там вроде бы уже по 400 альфы у данной машины. Ну, не знаю. На самом деле, вот что стоковая пушка, что топовая пушка, по каким-то характеристикам она практически идентична. Только урона по факту больше. Я наигрался. Что-то творится с этим рандомом на 5 уровне. Я даже не знаю что. Ну, просто, ё-моё, какие 10 поражений, 2 победы. Это что? Блин. Я не хочу уже играть. Все, спасибо. Поиграл. Мне понравилось. Я хочу прокачивать танк 6 уровня. За свободный опыт изучил. Пойду лучше на Сушки поиграю. Я не Садамаза, чтобы кайфовать от такого геймплея. Просто больно. Прикупаем 75% экипажик. Переходим сразу же к танку. И что же у нас здесь по пушке? Амуницию поставил. Одно оборудование прокачал. Пока что не буду трогать остальное. Давайте поглядим, что здесь вообще происходит. Ага, но орудия у нас тоже самые. 200 урона. Пробитие чуть-чуть меньше у нас. Время перезарядки. Время сведения 5,8. Ну, экипаж 75%. Окей. Следующее орудие у нас на 208 с алифы. Чуть-чуть увеличивается у нас. Время перезарядки. Пробитие увеличивается. А следующее у нас... А следующее у нас орудие на 400 алифы. Вот оно мне и нужно. Здорово, мужики. А, ПТ-САУ? Ну, буду знать, что М6 это у нас ПТ-шка. Просто тип стоит, блин, в кустах прячется. Брат. Здорово. Че там? Как дела? Как сам? Как жизнь? Ну, я думаю, у тебя все хорошо. Я думаю, все хорошо. Даже отлично. Отлично. Давайте, мужики, бейте, бейте, бейте ему лицо. Убить. Убить. Э, вы, раки, блин. Нельзя было чуть-чуть пораньше стрельнуть и все. Все вроде прям отлично. Я постоял, пострелял. Почти М6 в соло забрал. Ну, чуть-чуть не хватило хп. Нет, блин, мои хернёй какой-то страдают. Вот когда надо, они убивают противников. Когда ты пытаешься набить урон, они просто всех вот так. Раз, два, всех расстреляли. А когда ты их просишь, давайте, ребята, ну помогите, пожалуйста, а то меня убьют они. Не пробитие, гусеница, рикошет, ещё что-нибудь в землю стрелять начинают. Как это работает? Ну-ка. Вот она мощь пошла. 200, сенс, 4 единицы. 269. Не, ну вот это уже поинтереснее. Давайте будем откровенны. 200 урона, это прикольно, но уже... Когда вылетает по 250 плюс единиц, это уже прям действительно круто. Не, ну другое дело, вот-вот пушка просто... Всё, танк заиграл сразу новыми красками. А когда 400 единиц будет, это вообще будет разнос. О, тут ещё и ТВ-шка стоит. Уже 1800 у меня урона. Уже 2000 урона. Налегке. 3, 2, 1. Получай ещё по двигателю. 3, убили. Там ещё один противник. Ну и всё, в принципе, я еду просто КВ-2 допинывать. И отбивать средний урон по аккаунту. А то, пока я играл на Су-85, всё немножко плачевно с ним стало. Hello. My name is Roman. Иди сюда. Домой. Легчайший? Всегда бы так. Вот. Другое дело. Вот это мне нравится. 2800 урона. Пострелял. От души. Не, ну то, что я говорил, урон легко набивается. Это не означает то, что теперь я могу тащить бои один в многое. Ну я не способен. У меня мобильности не хватает, чтобы я мог просто всех уничтожать. Конечно, я набил 3000 урона. Довольно легко. Урон теперь набивается очень легко. Но статистика моих союзников говорит действительно о многом. Серьезно? Я просто решил открыть контейнеры. Я думал, даже не буду вам показывать. Потому что, ну, ничего интересного же здесь нету. Это обычные М и Л контейнеры, в которых нихрена не падает. Не, ну, походу, реально действительно везучий аккаунт. Я еще в предвкушении, чтобы открыть 17 мистических контейнеров. Что там-то будет? Ну вот и все. Я уже готов приобретать танк седьмого уровня. Благодаря иксам. Блин, ну прокачка идет очень быстро. Мне это нравится. И я очень хочу прям сыграть на СУ-152. На стоковом орудии. Я, когда играл последний раз. Когда, точнее, первый раз я играл. Прокачивал объекты 268. Ой, стоковое орудие мне вообще не зашло. Это была какая-то жесть. Потому что я только учился играть. И мне казалось, что данная пушка. Это прям хрень какая-то. Долгое сведение. Там проблемы косое, кривое. Но я много видел разных видеороликов. Где просто с этой СУ-152 творят действительно какую-то жесть. По 900, 700, 800 урона. Ну короче, прям имбовая штука. Что хочу сказать по СУ-152. Не знаю. Я что-то так посмотрел. Прокачал я, конечно же, топовую пушку. Но, блин, 400 урона это прикольно. Но при этом мы теряем перезарядку и ДПМ. 12,21 секунд перезарядки и 2000 ДПМ. Ну, я думаю, вообще это ни к чему. Увеличивается же также разброс и время сведения. Я прокачал пушечку, седьмую. Я вам показывал на ней геймплей. Поиграл на ней. Доволен. ДПМ 2375 единиц. И как бы тут и сведение нормальный. Разброс плюс-минус адекватный. Ну и, соответственно, типа урона в 280 единиц вполне хватает за 7 секунд перезарядки. И я даже вот в последнем бою умудрился вот мастера взять. Да, возможно, я отыграл мало боев. Но, не знаю. Я готов как бы выносить вердикт. Блин, ну танк приятный. По сравнению с сушкой 85-й, тут как бы уже чувствуется и урон, и нагиб. Да, конечно, в каких-то моментах у нас не так много брони. Но, в целом, танк себя очень отлично чувствует против противников. Ну, как бы, не знаю. Мне прям понравилась сушка. Мне и раньше она вроде бы нравилась, когда я играл, проходил эту ветку. Но Су-85 что-то как-то реально спорная машина. Потому что я попадался против танков 6-го уровня. А там, знаете, не всегда приятно играть. Вот оно, мужики. Ха-ха. Смотрите, какая бабахалка. Сколько тут вообще пробития и урон? Осколочно-фугасный 750. Средний 86 миллиметров пробития. Да будет нагиб. Я немного мельком посмотрел на тяжелые танки, средние танки. И что же хочу сказать. Поставив дополнительное пробитие в оборудовании, у меня становится 95 миллиметров пробития на осколочно-фугасных снарядах. А это, понимаете, очень больно. Большинство тяжей я пробиваю в борта, в башню. И также средние легкие танки там, ну, в зависимости от расположения танка, есть большие шансы, короче, пробить даже просто-напросто в лобовую броню. В ЛД, НЛД. И как будто бы должен быть нагиб. Но есть одна проблема, это время сведения и разброс. Не знаю, может быть разброс можно уменьшить, потому что, ну, как бы, 500 тысячных вообще как-то не очень хорошо звучит. Давайте все-таки, я думаю, будет 0,456 тысячных. Но при этом у нас будет сведение 5,5 секунд. Это уже как-то более адекватно. Ну, тут чё? Тут ничего интересного, в принципе. Пробитие на бронебойных снарядах не очень большое. Голда с хорошим пробоем, но урона чуть-чуть поменьше. 545 единиц, но это уже на крайний случай. И также 750 на фугасах. 16 секунд перезарядки это очень долго. Но ничего не поделаешь. Мне, знаете, что стало еще интересно? А максимальный урон у нас 938 единиц. О, вот это уже прикольно. Дайте мне сделать первый выстрел. Красота! А, я настолько крут, что даже и кваса могу пробить. Это жестко. Это очень жестко. 95 миллиметров. Я могу, значит, практически чисто на фугасах играть. И делать больно. Бра, здорово. Хочешь немножко офигеть от жизни? 800 урона. Ммм, бачесей, да, мужик? Как твое ничего? Я надеюсь, тебе нравится. Сейчас я тебя добью, подожди. Ну, я могу уже просто так, знаете. От балды куда стрелять там. Разрыв моего фугаса. Я тебя в любом случае уничтожил. Красота! Готов. Хвасочек. Домой! Нормально. О-хо-хо-хо-ой, брат, как дела? Красота! Тихо-тихо-тихо. Бабах! Ха-хо-хо-хо-хо-ой, дурачок, здорово. О, другое дело. Брат, ты немножко упоролся. Не, ну, фугаса это тема, конечно, но еще бы скорость поврота, чтобы я прям мог как ела крутиться. Ну что ж, дамы и господа. Я думаю, пришла пора прикупить 17 мистических контейнеров. У меня 6035 золота уже подформил, бустеры использовал немножечко. Давайте купим и будем надеяться, что повезет. 6000 стоит данное действие. Ну давай, пожалуйста, ну хоть бы танчики еще повыпадали. Ой, я вообще был бы рад. Но у нас есть, кстати, гарантированная награда. Да? Так что в любом случае что-нибудь да выпадет. Самое главное, чтобы 17 контейнеров это были не сертификаты и опыт. А то 6000 будут потрачены зря. Давай дальше. Во. А, ну, это окей, это награда. Ну, в принципе, две награды я смогу стопроцентных залутать. Три дня према, контейнер, отлично. Что-то опять выпало третьего уровня. Вау, шикарно. Кстати, если мы еще один контейнер третьего уровня выбьем, то будет вообще шикарно. Там будет гарантированная какая-то награда. Второй. Не, нормально, нормально, падают, падают контейнеры. Пока что мы не окупились по золоту вообще. Но будем надеяться. 200, сертификат. Ну, это уже танчик гарантированный. А можно мне немножко золота? Ну, хотя бы тысячи... Хотя бы тысячу. Пожалуйста. 200 тысяч. Нормально. Что-то выпало? 200. Окей. Ну, это гарант. Гарант награда. 200. Окей. По чуть-чуть отдает. Уже неплохо. 7 тысяч. И... Окей, окей. Неплохо. Ожидал я чего-то большего. Но, окей. Есть контейнеры, есть мистический сертификат. Так что, возможно, что-то будет еще интересное. Ладно. О, кстати, гарантированная награда будет. И, получается, я смогу гарантом открыть еще и... Три контейнера у меня там будет, короче. Красота должна быть. Ну, что-то как-то... Второго уровня контейнеры вообще... Не вау я бы вон так хотел сказать. Ну и давайте еще сделаем одно открытие. Отлично, отлично, ребята. Что вам сказать? Даже больше, чем... Ну и теперь... Ой, блин, я даже не знаю. Ну, хоть бы мне выпало до хрена золота. И все, я бы был прям в масле. Да я, в принципе, рад буду пяти там миллионам опыта. Я не знаю. Да хоть что здесь выпадает, это уже круто. А к тому же там еще гарант должен быть. А, нет, гаранта там нет. Он, значит, уже использован был, что ли, или что? Ладно. Или он просто... Ну, все считаются контейнеры. Косарик на базу. Еще косарик. Отлично. И у меня, кстати, есть еще обменять... Не, подожди, подожди. А что, все, больше я обменять не могу? Должно же еще что-нибудь быть. Нет, есть еще мистические второго уровня. Давай. Удиви. Да, пффф, 150 тысяч, спасибо. Окей. Окей. 2 700. 3000, я, можно сказать, отбил. 3000 потратил. В любом случае, я в плюсе. В большом плюсе. Давайте дальше. И теперь нормальный танк. Можно? Блин, ну, это восьмерка. Это прем-танк восьмерка. И тайп 57. Довольно неплохой танчик. Довольно неплохой танчик. Поэтому, в принципе, я доволен. У него, конечно, КД вроде большое. Да, КД у него большой, но урон у него шикарный. Плюс углы, там бронированная башня. И танк сам по себе вроде как очень даже хороший. Не, ну окей. Типа за 3000 я получил опыт. Чуть-чуть према. И что там еще? Ну, мне бы выпадало много этих сертификатов на опыт. Вот, я смогу уже объединить. Объединяем. И начисляется 350 тысяч опыта. На данный момент у меня 251 тысяч. Ну и здесь давайте вот так сделаем. И пусть у нас вот эта шняга, короче, тоже копится. Ну и здесь, что у меня? Ну, плюс-минус, короче, 30 тысяч. Ладно. 600 тысяч свободки. Жирный аккаунт уже получается. Не, ну это все очень даже шикарно. И тут, кстати, да, тут еще рулеточка добавилась. Буквально 3 часа назад. Давайте пооткрываем. Может быть, ну так, чуть-чуть, чуть-чуть потратим голды. Ну, а вдруг что-нибудь адекватное выпадет. Кроме вот кастомизационных контейнеров. Ну и давайте еще, может, этот еще раз откроем. Так чисто, знаете. Ну, могу себе позволить. А, ну то есть, чисто по приколу, ты мне кастомизацию. Давай, Гофыч, бери кастомизацию. Тебе она же так нужна. Да, и мистические контейнеры. 5 штучек. Ммм, вообще, самая параша выпала. Но в любом случае, ладно. В целом, я очень доволен. Так что... Не знаю, как-то... Даже не буду себя огорчать. Давай. 50 золота, вау. Ну и да, тут ничего интересного. Ну, а на этом я, пожалуй, прощаюсь. На недолгий промежуток времени. Для вас будет буквально вот так мгновение. А для меня, ну, час-два задротства. Вот и пришло время подвести небольшие итоги. Поиграл я на СУ-152. Прокачал уже и СУ-152. И готов, и готов приобретать объект 704. Но для начала хотел бы сказать пару слов о СУ-152. Ну, тут как бы, знаете, какая ситуация? Волына стоковая. Ну, прикольная штука. Не скажу, что прям мне понравилось играть. Но эмоции ты получаешь довольно отличные от игры на данной пушке. Потому что ты просто делаешь выстрел, и противник улетает либо в ангар, либо ему становится очень и очень больно. Короче говоря, это бабаха на седьмом уровне. Ну, в принципе, прикольно. Играть можно. Веселиться тоже. Также я еще прокачал пушечку восьмого уровня, у которой ДПМ 3353 единицы урона в минуту. Это круто, неплохо. И даже, я вам скажу, больно. Время перезарядки у орудия 7,16 секунд. Ну, пробитие, собственно, вы видите, 400 урона. И сведение 4,1 секунды. Также я разброс в любом случае уменьшал, потому что, ну, он почему-то большой. Хоть у меня и экипаж прокачан, и амуниция стоит, но все же, все же разброс очень какой-то гигантский. И пошлите, я думаю, сыграем пару боев на топовой пушечке. Просто посмотрите, как она, собственно, выглядит, и что стоит вам от нее ожидать. Когда я записывал прошлую часть видео, буквально через, ну, не знаю, наверное, через полчаса обновились сервера и добавили ВК 75-го. И я просто не играл три дня в танки, потому что, ну, невозможно было на стоковой пушке, вот на вот этой, играть на Исуле. Да и даже на седьмом уровне, когда ты попадался против восьмерок, там была смерть. И я просто не играл и ждал, когда же эти танки все-таки уберут. Потому что, блин, там с данной пушки ничего не пробивалось. Единственное, это можно было, если противник стоит АФК, то пробить люк. И только. Либо прям маленькую-маленькую полосочку НЛД. Ну, короче, вообще была жесть в рандоме. Разработчики просто, я не знаю... Ой, люблю, короче, разработчиков, что сказать. Потому что просто так раздать всем танки восьмого уровня, это просто гениальность и нет предела. Блин, что-то я катаюсь туда-сюда, что-то противники уже какой бой я на этой карте играю, они творят какую-то действительно хрень. Куда они раскатываются? Зачем они так раскатываются? Ну, стой. Ну, куда вот ты едешь? Ну, стой там. Да я по тебе постреляю. Да, я его еще и не пробиваю. Это вообще очень даже весело. Ну и все, я умер, да? Да. Единственный минус вот то, что у Сушки, что у ИСУ. Блин. Не хватает ХП. Просто здоровья настолько мало, что ты прям реально умираешь за несколько секунд. Но все равно, благодаря какому-то ДПМчику на данной пушке можно хоть что-то делать. А вот на ИСУ-152 там даже ДПМ не помогает, потому что, ну, вы сами видели, стоковая пушка у ИСУ ли такая же, как и на седьмом уровне, топовая восьмого уровня. И там, ну, блин, очень тяжело восьмерки даже в борт пробить. И поэтому ИСУ это прям какая-то боль. А там еще плюс, короче, стоковый движок, стоковые гусеницы и просто плакать охота. Вот, в принципе, СУ-152, как танк, ну, нормальный, сбалансированный. Но есть один минус. Не хватает именно мобильности. Даже хрен с ним, что меня убивают за 2-3 выстрела. Это уже совсем другая история. Но мобильности не хватает. Вот на ИСУ ли совсем недавно добавили форсаж, улучшенный форсаж, который нам дает... А что он нам дает, я уже не помню. 5 скорости поворота шасси, 5 вперед и 10 назад. Вот это прям вообще конфетка. Ты просто успеваешь доезжать, грубо говоря, почти самым первым до позиций. Потому что у ИСУ ли скорость максимально что-то 43 вроде или 42 км в час. И я, короче, разгоняюсь довольно быстро, лечу, занимаю самую первую позицию. И также, если что, могу отступить. Вот на сушке такого нету. И это, блин, на самом-то деле очень большой вопрос. А почему не добавить сюда данное снаряжение? Потому что возить с собой два ремкомплекта... Ну вот я сколько играл, они практически не нужны. Ну там где-то тебе гусеницу сломают, да? И все. Ну, может быть, наводчика контузит. А так, по факту, два ремкомплекта здесь вообще не нужны. Здесь одного хватает просто вот за глаза. И поэтому я бы сюда добавил улучшенный форсаж. Здорово, брат! Я немножко понаглею, ты же не против? Да думаю, нет. Вроде пробиваю. Сейчас с адреналинчиками я тебя быстро разберу. Потому что, ну, скорострельность-то имеется. Орудие повреждено. Да, окей. Все, я чинюсь. Здесь вижу еще мужиков. Смотрите, какие стоят. Они знают, что случилось. Почему меня так жестко подкинуло? Ну, ладно. Окей, хотя бы так попал. Уже неплохо. Что-то или повернулся, или кнопку нечаянно нажал. Просто лицел в небеса улетает. Иди сюда. Здорово, мужик. Пробил. Больно. Больно, ничего не скажешь. А теперь пришла пора обратить внимание на ИСУ-152. У нас есть также вот три пушечки, которые есть на ИСУ-152. Есть стоковый бревномет. Он, конечно, вообще на восьмом уровне бесполезен. На нем даже играть не стоит. Не советую. Ну, и также вот есть топовая пушечка на 122 миллиметра. У которой просто бешеный ДПМ. Это 3744 единицы в минуту. 6,41 секунд при зарядке. Это все, конечно, круто. Но даже бронепробитие 195 миллиметров на подкалиберных этого капец как мало. Приходится часто использовать голду. ДПМ это всегда, конечно, круто. Но пробой маловат. А к тому же, как я вам и сказал, на стоковых движках это прям действительно смерть. Танк вообще не крутится, не едет. И поэтому со стоковой пушкой просто прям реально плакать охота. Потому что у тебя просто нет вообще ничего. Ни скорости, ни хп, ни мобильности, ни пробития. И очень прям все печально. Но я немножко помучился. Ну, как помучился? Я отыграл 40 боев. И статистика, сами видите, печальная. И начал вот буквально, может, 10 боев назад. А может быть, 15 боев назад. Играть на топовой пушке. И плюс-минус как-то там средний урон до 2000 поднял. Вот топовая волына это неплохо. Перезарядка 12 секунд приемлемо. ДПМчик 3167 урона в минуту тоже хватает. Разброс 0,334 на 100 метров тоже нормально. Но тут, соответственно, я в оборудовании тоже разброс уменьшил. Потому что что-то разброс какой-то дикий. И прям реально больно играть. Введение 5,1 секунда. Пробоя здесь за глаза действительно хватает. Потому что это пушка 10 уровня на танках 8 уровня. Ну и самая конфетка, и за что любят данный танчик. Это 640 урона на бронебойных. Подкалиберные 545. И фугасы 960 урона. Углов у нас тоже, соответственно, мало. Потому что у нас ПТ-шка. Так что здесь углами данный танк не может похвастаться. Ну, соответственно, двигатели прокачиваете. Танк более-менее начинает ехать. Что-то как-то крутится. Но, как я и до этого опять же, еще раз повторюсь, сказал. Здесь есть улучшенный форсаж. Совсем недавно его добавили. Вроде бы в прошлом или в позапрошлом обновлении. Ну, то есть раньше его здесь не было. И благодаря улучшенному форсажу можно прям действительно выходить победителем из многих ситуаций. Когда ты делаешь выстрел, укатываешься сразу же с бешеной скоростью на перезарядку, сдавая назад. Ну или просто, когда ты занимаешь позиции, самый первый за счет плюс 5 скорости вперед. Хорошо. Бой у нас начинается. С нами танки 7 уровня. Попались. Это отлично. Занимаю сразу же гору. Будем пытаться сейчас отстреливать всех противников, кто тут выкатится. И вот он, голубчик. 691 единица. 3 выстрела делаешь 2000 урона. Делаешь, соответственно, 5 выстрелов. У вас уже 3000 урона. Как бы неплохо, довольно быстро, но тоже. Сами понимаете, у нас хп стало всего лишь больше на 100 каких-то единиц. Ну и в любом случае я умираю за 3 выстрела. При любом раскладе там, блин, ИСов очень много. И они просто делают тебе аннигиляцию. И отправляют в ангар. Поэтому нужно тоже смотреть направо и налево. Потому что можно напороться на 400 урона. А 400 урона это очень больно. Ладно, пока что вроде все неплохо. Два выстрела есть. Если сейчас еще один выстрел удастся сделать. То должно быть уже 2000 урона. Ну, практически. Потому что альфа до этого что-то на 500 единиц вылетела. Неприятно. Давайте вколем, я думаю, форсажик. Сейчас мы тут попробуем с сушкой разобраться. Так, чисто ать. Серьезно, ты улетел под танк? Ну ладно, будем считать то, что все было нормально. Хотя, конечно, я... Да твою ж налево. Ну какая гусеница, братишка? Ты что делаешь? Получай. А вот теперь, кстати, надо бы свалить. Потому что... А, ну и все. Справились. Волына просто... Это прикольная штука, которая тебя реально развлекает. Ну и делает больно противникам. Потому что, ну, просто 600 урона получать. Плюс жесткое пробитие иметь на данном танке. Ты можешь практически хоть куда, хоть кого пробивать. И несмотря даже на его бронирование. Бабах! Во! 667 единиц. Это вообще прям по красоте. 737 единиц. Ну и сейчас, если вылетит 600, то будет 2000 урона. Давайте по одному. Все! 688. Даже почти 200. То есть, понимаете, если эльфа хорошая вылетает, то... Три выстрела. Изи. 2К урона. Но самое главное в эти моменты не получать урон. Потому что можно больше настрелять. Если дольше жить. Все, давай сводись, сводись, пожалуйста. Брат, ты как меня не пробил-то, а? Много вопросов, но так мало, к сожалению, ответов. 3, 2, 1. Что там, разворачиваешься? Нет? Нет. Ну ладно. Закидываем 600 урона. И опять победа. Окей. 3 330 единиц урона. Набивать урон на данном танке легко. Самое главное попадать, успевать стрелять. Ну и жить. И также, ребят, захожу я каждый день в игру, забираю ресурсы по подписке. Остался прям аккаунт и один мистический контейнер. И тут я уже парочку забрал всего интересного. Давайте немножко откроем, посмотрим, а вдруг что-то будет интересное, а остальное уже потом дооткроем. 3 дня према. Круто. Спасибо. И давай еще порадуй. Спасибо. Не порадовал. Кстати, мы можем еще прикупить. А давайте прикупим. Ну, а что? У меня есть голда. Я танки покупать не собираюсь. А надеюсь, в любом случае 1000 голды у меня будет. Да и к тому же здесь будет еще награда. Стопроцентная. Так что давайте побалуемся немножко контейнерами. Раз в этой серии мы прям действительно упарываемся в контейнеры. Так что я думаю, можно всю серию их открывать. Давайте следующий тогда. Удиви меня, пожалуйста. Хотелось бы увидеть что-нибудь прям интересное. Танчик, конечно, вряд ли, но не знаю. Очень хотел бы увидеть голды. Прямо действительно много голды. 7 дней према. Окей. Ну, что-то вообще как-то скудновато. О, что-то, что-то, что-то. Ну, пойдет. Мистические третьего уровня. Ладно. Ладно. Теперь давайте немножко разбавим мини-мистиками. 10 штучек нам их дали. Здесь, ну, соответственно, о, ничего интересного, но сушка тоже неплохо. Давайте дальше. О, 10 голды. Нифига себе. Ну, на халяву это очень круто. Очень много иксов. Блин, ну, как-то тухловат, конечно. Ожидал я чего-то интересного. Давай дальше. Ну, как-то печально. Прямо действительно печально. А на этом все. Я пока что с вами прощаюсь на небольшой промежуток времени. Пошел я играть и фармить серебро, чтобы приобрести объект 704. Поиграю на нем, накоплю опыт. И уже потом мы с вами встретимся. Поиграем на 704. Я покажу и расскажу о данном танке, что мне понравилось, что не понравилось. Ну, и уже прикупим объект 268. И вот, ребят, я наконец-таки накопил опыта. Спустя целых 17 дней в прошлое видео по объекту 704 вышло это видео 4 апреля. Продал я уже объект 704 и накопил уже 6 миллионов 242 тысячи серебра. И сейчас мы будем приобретать объект 268. Но для начала давайте же мы посмотрим, каких успехов мне удалось добиться на объекте 704. Вот такие у меня показатели, в принципе. За 245 боев у меня 54 почти процента побед. Конечно, можно и добить было 60%, но это надо было мне играть, наверное, боев 400, а я не хочу, мне просто напросто лень. Ну и смысл от этого, если я уже накопил опыт на танк 10 уровня. Средний урон, конечно, маловат, но, ребята, как бы я играю против танков 10 уровня и на ПТшке довольно тяжело играть, я вам скажу. Иногда, конечно, урон ты прям настреливаешь, радуешься жизни, а иногда может по тебе выстрелить какая-нибудь бабаха или все в этом роде, просто тебе в спину приезжает, раз, два, три, и ты умер. Там 1-2 выстрела сделал и улетел с 1200-1300 урона в ангар. Ну ладно, все, короче, давайте завязывать с этой темой, приобретаем, приобретаем вот такую махину, надеюсь, данный танк меня не разочарует и, в принципе, он вроде бы хороший. Закончился квест на 165 побед, сделал я 139 побед из 165. Немножко мне не хватило, но, как немножко боев, 50-60 еще нужно было бы отыграть, но я такой, не, с меня, пожалуй, хватит. Ой-ой-ой, это у нас что, батл пасс новый начался, это, конечно, все отлично, что тут, а давайте серебро заберем и зайдем сюда, потому что здесь, смотрите, что есть, за выполнение, собственно, побед, выдавали контейнеры и вот мне надавали всякой фигни, посмотрим, что тут можно достать, на самом деле из любого контейнера можно достать танчик, но шансы, конечно, на него очень и очень малы, ну давайте, я думаю, начнем с мистиков, посмотрим, что тут вообще может нам упасть, может быть, они нас порадуют, ну, скорее всего, вряд ли, да? да, скорее всего, вряд ли, ничего интересного, так что мы выходим отсюда, не знаю, не знаю, как будто бы здесь вообще шансов на что-то нормальное нету, о, косарик, а, ну это гарантированно, отлично, давай дальше, ну нормально, кстати, 28 тысяч, а это что? а, нет, необходимо, понял, все, тогда сюда не лезем, открываем контейнер сюрприз, выпадает нам контейнер с су-130 пм, открываем, блин, если сейчас выпадет сушка, это вообще будет бомбово, но 500 голды тоже вполне неплохо, ну а теперь самое интересное, 92% экипажа до сих пор и всего лишь 78 тысяч опыта, я даже оборудование не стал полностью прокачивать, потому что, ну потому что я не знаю, ну как на этом куске параши можно вообще играть, мне и су-152 вообще не понравилось, но за счет того, что там был какой-то форсаж, ну и к тому же я играл на танке 8 уровня с пушкой 10 уровня и было хоть как-то еще, знаете, комфортно что ли, какая-то вот именно грань баланса была, то что как бы танк сам по себе говно, но при этом можно было как-то на нем играть, но на объекте я не знаю, что нужно делать, чтобы на нем прям играть адекватно, так как, я не знаю, может быть бронирование поменялось, просто вообще жесть какая-то, обычной пушки на 286 миллиметров пробоя как будто бы вообще не хватает, ты смотришь, стреляешь, там, то не пробитие, то, да блин, снаряды просто не попадают в цель, нужно сводиться, и к тому же кустарный геймплей меня вообще не устраивает, кроме него вообще реально делать нечего на данном танке, но блин, стоять в кустах, делать один выстрел и потом умирать, ну как-то вообще я не знаю, я не понял этого танка, помимо того, что он даже с форсажем, он не едет с форсажем, я сначала начал играть и такой думаю, блин, а неужели у меня двигатель не прокачен, смотрю, двигатель 37 километров в час вперед, но он не едет, он просто-напросто не едет, потому что у нашей Исули вроде бы 43 километра, да, 43, плюс форсаж, это добавляет нам 5 километров вперед, итого у нас 48, а здесь у нас, понимаете, 37, и всего лишь каких-то 42 километра в час я буду ехать при использовании улучшенного форсажа, это капец, какая большая разница, и в итоге, блин, я не знаю, как играть на данном танке, мне прям очень было дискомфортно, но я думаю, вы в принципе все сами видели по статистике, ну я просто, я не могу играть, мне прям аж плохо, играя на данном танке, сейчас, наверное, даже один бой отыграю, и все, и хватит с меня данной машины, думал сначала, блин, наверное, будет нагиб, а когда ты играешь против танков 10 уровня, на нем вообще невозможно играть, если твои придурки сдохли, то ты сразу можешь просто нажимать, там, дилет, или альт f4, и все, идти в следующий бой, я не знаю, потому что затащить нереально, вообще даже один в один практически нереально, пробитие, ну как будто бы вот сейчас, смотрите, вот, да, оно как бы есть, но мне тоже наносят довольно большой урон, и поэтому время жизни у данного танка довольно маленькое, и как играть, я просто не понимаю, постоянно стоять в кустах, но мне такой геймплей вообще не нравится, как-то говорю, еще на ИСУшке, на СУшке, там, да, на остальных СУшках, там из-за того, что танки менее бронированные, да, и там немножко сам по себе геймплей отличается, чем на более высоких уровнях танков, геймплей, соответственно, разнообразен, и поэтому там как-то прикольно играется, что ли, а здесь стоять в кустах, ну да, как бы урон у нас довольно большой, плюс перезарядка, хоть какой-то ДПМ есть, но все же, если твои тиммейты умирают, ты ничего не сделаешь, а стоять в кустах, ну вообще, мне просто стоять в кустах вообще не в кайф. Я если играю на ПТшках, то я играю на Яги, там, Ягдтигра, блин, но на них я играю, как тяжелый танк, я на них упарываюсь на противников, пытаюсь что-то им доказать, навязать какую-то борьбу, даже вот, на гриле, у меня есть гриль, на нем там что-то около 300 боев, и в итоге у меня как бы на нем геймплей тоже довольно агрессивный, я стараюсь играть как-то от второй линии, иногда даже от первой, потому что у данного танка есть такая штука под названием картонность, и многие стреляют по тебе фугасами, а так как у тебя осколочно-фугасный подбой, то, соответственно, блин, бояться как будто бы даже и нечего, ну и давайте уничтожаем и отправляемся в ангар, все, добивайте, ну, не знаю, не знаю, сейчас, конечно, мне удалось пострелять, но тоже, понимаете, вот в данной ситуации я бы и вообще ничего не сделал, потому что скорость назад маленькая, поворачиваюсь я очень долго, просто максимальный дискомфорт, все, я продал данную машину, теперь давайте все-таки я открою объект 268, конечно, мне придется потратить свободный опыт, но у меня его как бы дофига, поэтому, блин, я лучше не буду тратить свои нервы, попробуем вообще что из себя представляет объект 268, но когда в последний раз я на нем играл, он мне капец как не понравился, потому что ты от него ожидаешь чего-то большего, а в итоге не брони ничего, короче, хрен его знает, но сейчас вроде бы данный танк должен прям быть неплохой, но тоже не знаю, приобретаем сразу же экипажик, у меня серебра должно хватить, чтобы даже прокачать сразу оборудование, играл я на тайпе 57, прокачал оборудование, вообще прям реально довольно комфортный танк, катаешься, нагибаешь, 8 мастеров на нем, 81 бой, ну то есть статистика сами видите очень даже адекватная, на нем поиграл, покайфовал, вместо того, чтобы прям упорываться на объекте 704, ну вот и все, покрасил я наш танчик, оборудование, амуницию, все поставил, все по красоте, и смотрите, какая красочка, неужели Леста научилась делать адекватные краски, прям за это им можно сказать большое спасибо, давайте глянем, что у нас здесь по пушке в итоге получилось, время сведения 3,7, разброс 0,335, окей, 3073 единицы урона в минуту, 13,47 секунд перезарядки, 303 миллиметра бронебойные снаряды, 380 кумулятивные, 90 фугасы, 690 урона на бронебойных, 590 на голде и фугасы тысяча, 7 углов вниз, 15 вверх, скорость вперед 48, 18 кстати назад, я даже решил не ставить в снаряжение улучшенный форсаж, потому что, ну при такой скорости назад, как будто он и не нужен, 33 километра в час средняя скорость и 45 градусов скорости поворота, но как будто бы все должно быть неплохо, по поводу брони хрен его знает, но сколько раз я играл, получается щучий нос, он как-то по ситуации, то красный, то не красный, но вот именно вот эти щеки, получаются лобовые, они довольно часто краснючие и на расстоянии тем более, поэтому давайте попробуем, может быть даже получится действительно рикошетить на данном танке, потому что раньше я на нем играл и там не важно, под каким ты углом, там всегда снаряды в тебя залетали, ну что ж, не, ну нифига себе, он с места дергает, 18-17 километров в час, нормально, давайте залезем на гору, раз карта у нас располагает, попробуем что-нибудь сотворить, у нас есть батчат, надеюсь, не засветит, сразу же попробую перебраться вот сюда, чтобы, если что, сразу бежать в респу, ну, кстати, 7 градусов, это очень даже много, потому что, вроде на 704, там вообще, либо 5, либо 6 было, и это прям дискомфорт, лютый дискомфорт, ну что, ребята, давайте, светите мужиков, вижу, 696, прячемся, ага, КПЗшка, что у нас там КПЗшка делает, очень интересный вопрос, давайте выкатываемся, вновь, выкатился, я думал, уже не заеду, пропал, появился, стоять, не, ну, сведения тоже нормальные, кстати, хорошо, пил, нормально, ну, смотрите, пока что, вроде бы, вроде бы, все неплохо, не, ну, скорость, как будто бы, есть, смотрите, даже 40 километров в час, мы стабильно, как бы, едем, и это, на самом-то деле, очень даже неплохо, ну, и к тому же, блин, он разворачивается, и 722 единицы урона, не знаю, как будто бы 268, поадекватнее стал себя, реально чувствовать, уничтожаем, едем назад, ожидаем перезарядочку, мужик у нас сгорел, мужик у нас сгорел, о, здравствуй, здравствуй, 720 урона, не знаю, снаряд, конечно, улетел ниже, но нормально, нормально, 4000 урона, сюда, 3, 2, 3, 1, в ангар, не, ну, как будто бы, блин, по ощущениям, ну, смотрите, 268, он разгоняется, он стреляет, то есть это уже огромный, знаете, плюс для танка, то, что он едет, он как бы крутится, к тому же, там что-то 45 градусов вроде, если я не забыл, самое главное, то, что у него есть пушка и подвижность, броня уже как будто бы даже, ну, не важна в таком моменте, ну, стой, 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 братишка, о, нормально, 794 урона, я тут стою, выцеливаю противников, а тут, смотрите, мясо происходит, тут союзников месят, давайте, сейчас выстрел дал, адреналинчиков колол, окей, что, назад надо до уезжать, а что, мужик умер? союзник умер, хреново, ха-ха, да-да-да, получай, едем назад, не, ну, 18 км в час, это очень офигенная тема, я вам хочу сказать, то есть, прям по подвижности, данный танк, как будто бы, прям, очень даже, нифига себе, больно, ну, еще, все, да, я умер, походу, да, я даже успел, я отрикошетил что-то, ха-ха, ну, пойдет, 3400, тоже неплохо, что-то отрикошетил, как-то стрельнул, но, конечно, да, что-то союзники сдохли, не знаю вообще, чем здесь занимается Шеридан, хотя, и Т-62, ну, не знаю, мужики, отыграл я 10 боев на данной машине, и, по статистике, как будто бы, все очень даже неплохо, кстати, смотрите, средний урон добавили, ох ты, нифига себе, средний урон за 100 боев, 320, погрешность, ох ты, прикольно, смотри, средний урон для первой отметки, попал в процент лучших 90%, типа, я молодец, или не молодец, ну, наверное, из 10 боев, наверное, молодец, один бой я сыграл хреново, но остальные, в принципе, вроде удались, и не знаю, блин, пушка реально огонь, у объекта 268 очень хорошее орудие, то есть за это прям реально можно сказать огромное спасибо, наверное, разработчикам, то, что они наконец-таки довели до ума, дали ему больше урона, ну, и там тоже всякие танцы с бубнами делали, и в итоге танк прям заиграл, благодаря пушке, за двигатель прям реально, ну, скорость вперед 48 км в час, назад 18, 45 градусов поворота корпуса, это прям конфетка, вот по поводу брони, не знаю, вот как будто бы брони не было раньше, сейчас ее на данный момент прям тоже нету, фиг его знает, просто даже не могу сказать, есть ли броня, потому что рикошетов наверное за все 10 боев было от силы всего пару штук, поэтому и то, знаете, наверное, советская броня там была, там в гусеницы куда-то стреляли, там в пушку попали, поэтому по поводу рикошетов вообще пока что ничего сказать не могу, но по ощущениям как будто бы брони нет, пушка прям очень понравилась, скорость мне, ну, то есть прям управление на данном танке прям реально отличное, и по ощущениям данный танк реально очень комфортный, вот, и также еще 7 градусов, 7 градусов с одной стороны это как бы мало, но это именно мне кажется та золотая середина, когда ты можешь хоть из-за каких-то бугров уже стрелять и видеть противников, то есть это прямо действительно огромный плюс, 13,5 секунд перезарядки, к тому же еще и 3,7 сведения, это прям огонь, а в целом, что хочу сказать, данный танк как будто бы прям реально огонь, по поводу ветки, ну, сказать не могу, сушки прикольные, вот именно до СУ-152, танки играются довольно приятно, комфортно, ну, и к тому же, блин, на седьмом уровне, даже вот взять СУ-152, там интересно играть, в том плане, там очень большое разнообразие танков, и пробить их не составляет большого труда, а вот на восьмом уровне уже неприятно, но если прокачать пушку, как я еще раз повторял, до десятого уровня, топовую, то как будто бы все очень даже неплохо, по поводу объекта 704, ну, не знаю, что-то уж прям он очень плохой, казалось, мне раньше было лучше, но сейчас прям ужас, если бы ему дали, возможно, пушку, да хотя хрен его знает, мне кажется, даже можно оставить такое же орудие, но дать ему возможность, либо прокачивать двигатель, как у объекта 268, чтобы он, я не знаю, чтобы просто 704 хотя бы крутился, вперед ехал, назад ехал, а то он ни вперед не едет, ни назад не едет, он вообще никуда не едет, и поэтому, очень прям дерьмовый танк, но в целом ветка, не знаю, прикольная, мне понравилась в целом, не знаю, как будто бы прям, я очень доволен объектом 268, 268, аж, я думал, блин, сейчас возьму, хрень опять будет, какие-то вот такие, знаете, моменты были, после ИСушки, после 704, но, блин, 268 действительно меня удивил, а на этом все, ребят, огромное спасибо вам за просмотр, не забывайте ставить, собственно, лайк, если понравилось вам это видео, пишите свое мнение по поводу объекта 268, как он вам сейчас, в нынешнем рандоме, пишите также, как вам ветка, объекта 268, ну и в целом, понравилось, не понравилось вам, видео, с вами был новичок Рома, в следующем видео, я буду прокачивать новую веточку, а какая она будет, уже вы узнаете совсем скоро, музяка, «Музыка» 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 «Музыка»